Если удастся подсоединить животных к интернету, сделать некую платформу. Мы попали в Y Combinator с четвертой попытки. Три раза нам просто отказывали. Даже 100 миллионов долларов – это невероятно огромные деньги. А тут тебе говорят, нам не интересно, если это меньше, чем миллиард. Больше амбиции – знак восклицания. Привет, Ярослав. Привет. Я очень рада, что ты согласился на эту встречу. Мне хочется сегодня расспросить тебя о твоем продукте и о твоей истории. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, чем ты занимаешься и вообще откуда ты. Да, конечно, спасибо, что пригласили. Классный блогер тебя. Я возглавляю и с основателя компании PetCube. Мы делаем устройства для удаленного общения с домашними животными. Мы, в общем-то, первые в мире, кто такие устройства начали делать. Домашняя камера для животных. И мы лидеры сейчас на этом рынке. То есть наши камеры. Вот у меня за спиной два устройства сейчас мы прилагаем. Одно называется PetCubePlay. И это кроме камеры, там еще есть встроенная лазерная указка, которой можно удаленно поиграть с котом или с собакой. И есть PetCubeBytes, там есть устройство для выброса корма. То есть можно покормить своего кота или собаку. В то время, как ты на него смотришь там со смартфона на видео, и можно поразговаривать. А это у меня еще куча всяких крутых умных вещей, типа анализа поведения животных в течение дня. Миссия компании вообще – это подсоединить животных к интернету и дать им голос. Интересная миссия. Я предлагаю чуть позже вернуться подробнее к твоему продукту, потому что интересно все. А для начала хочется узнать все-таки твою какую-то личную историю. Вот как ты пришел в бизнес, в тег? Где ты рос? Чем вдохновлялся? Конечно. Я из Киева. Родился в Киеве. Учился на прикладной математике. Не знаю, как все ребята. Наверное, играл в компьютерные игры. Читал какую-то фантастику. Рос в семье ученых. То есть мои родители ученые – лингвисты. Родители моих родителей – ученые. Там физика, математика, экономика, литература. И в какой-то момент я понял, что… Помню, в 94-м году или в 95-м впервые у меня появился компьютер. А в 96-м появился интернет. И мне было, наверное, 6 лет. То есть я в 89-го года. И появился интернет. И я, в общем-то, был дивным таким человеком. Но это совершенно как бы снесло крышу. Потому что ты понимаешь, что вот нет границ вообще. То есть о чем угодно можно узнать. И самый главный вопрос – чего я хочу узнать? Куда, на какой сайт я хочу зайти? И потом чуть позже еще одна такая крышесносная история. То, что ты можешь сделать сайт, который увидят миллионы людей. То есть, условно, единица работы очень небольшая. А потенциальное влияние огромнейшее. И вот осознание этого, наверное, очень четко так закрепило мысль. Что, да, нужно что-то делать в компьютерах. Хочу учиться на программиста и так далее. Но кроме того, мне хорошо давалась математика. Ну, так это меня, наверное, сформировало. Много всяких историй. Не знаю, там было, например, в Пласте. Пласт – это такая украинская эскалаевская организация. Вот с 2011 до 2018 лет. А я был украинским пластуном, бойскаутом. Это невероятно крутая история. То есть, когда ты там мальчик, подросток. Что может быть круче, чем жить на природе, играть в какие-то игры, стараться научиться готовить на огне и так далее. И там многие лидерские качества именно, по-моему, в этой организации появились. А чем ты занимался до того, как ты пришел и стал делать свой бизнес? Много всего делал. То есть, еще когда учился в университете, где-то на первом-втором курсе я сделал такой сайт про современную культуру и искусство в Украине. То есть, есть такой американский сайт Reddit. Там, где можно кто угодно может постить новости и голосовать за них. Вот я сделал что-то похожее только для людей, которые интересуются современной культурой и искусством. Это даже некий прототип искусственного интеллекта, который самостоятельно стягивал с интернета различные статьи на различную тематику и понимал, определял, про что они по рубрикам, там, литература, кино, музыка, эксцеркировал их. Ну, много всего такого. И мне просто была интересна тема. И чтобы сделать этот сайт, я, в общем-то, научился делать сайты. Вот, там, за лето купил книжку по PHP, по SQL. Очень хорошо помню. Там нашел систему Drupal, отличнейшая система для создания сайтов. И как-то это сделал. И с этого начались какие-то, ну, собственные проекты. То есть ты понимаешь, что, в общем-то, все очень просто. Любую вещь, которая нас окружает, любые вещи, они все сделаны другими людьми. И ничто тебя не останавливает сделать точно то же. Будь то сайт или, там, автомобиль или ракета, которая в космос полетит. И вот это началось. А дальше, ну, как-то параллельно с обучением, начал ходить на различные конференции. Вот тогда, 2008 год, были такие баркэмпы в формате баркэмп-конференции в Украине. А он создал общественную организацию, которая... То есть мне драйвало то, что я понимал, что вокруг куча всего интересного происходит в интернете. Вот там веб-двануло, вся эта волна. А вокруг меня, там, в Киеве, очень мало кто понимает, ну, влияние этого всего. Возможно, через барьер языковойники, да. Мне кажется, там, Украина, Россия, Беларусь. Вот то, что называют страны посткоммунистической травмы. Да, у нас есть проблема в том, что... Есть такая английская пословица. Limits of your language or limits of your world. И то есть если ты не знаешь английского, то ты ограничен вот этим маленьким рунетом, да. А я, как получилось, отец там постарался, да, что я, в общем-то, достаточно свободно пользовался английским, да. Я понимал, вау, есть только всего, а люди вокруг не знают. И я создал такую общественную организацию, там были возможности получить гранты, которая... у которой миссия была, это такая просветительская деятельность, деятельность про возможности интернета и технологии. Мы организовали конференции, мы делали там переводы неких систем для разработки сайтов и всякие разные штуки. Вот. А потом начали люди обращаться просто ко мне, сделали там сайт такой-такой-такой. Вот. Как-то мы сделали небольшой бизнес по разработке сайтов, он скоро очень вырос. То есть я понял, что это такая нижняя, нижний конец пищевой цепи. Вот. И мы его, как бы, апгрейдили этот бизнес от разработки сайтов до онлайн-маркетинга, да. Я ничего не знал про маркетинг на прикладной математике, вот. Но я спросил у друга, он сказал, почитай книжку Котлера. Вот, в общем-то, это, по-моему, самый хороший ответ в любой теме. Почитай самую фундаментальную книжку. Вот. Я прочитал Котлера и решил, что я знаю маркетинг. И, то есть мы начали вот такие услуги предоставлять. И, в общем-то, это хорошо работало. У нас там были несколько больших клиентов. Через два года мы эту компанию продали. Вот. Другое агентство, такое, дичтал маркетинга. И вот после того, как мы несколько лет там поработали, начали подкуп. А как родилась идея подкуп? Это был мой партнер Саша Нескин. У меня двое партнеров. Андрей Клен, Саша Нескин. Саша сейчас технический директор, Андрей дизайн-директор. У него был пес. Это был такой черный чихуахуа. Звали Рокки. И этот пес очень сильно возмущался, когда его оставляли одного дома. Он wild. Соседи жаловались на это. И, в общем-то, Саша начал думать, что с этим делать. И он просто для себя, как бы, без идеи, чтобы начать бизнес из этого, сделал, там, подсоединил камеру к какому-то домашнему компьютеру. Взял там Arduino, такой, как бы, порт для разработки с электроникой. Подсоединил моторчики, лазер, чтобы удаленно можно было играть с собакой при помощи лазера. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Друзья начали говорить, вау, я хочу такую штуку, почему бы тебе не сделать массовое производство и так далее. Таким образом, пришла идея, что, вау, ну, то есть, другим людям тоже нужно, может быть, здесь есть бизнес, да. И вот тогда мы начали общаться. То есть, Андрей Клён был еще моим партнером в предыдущем бизнесе. И с Сашей мы познакомились с компанией, которая нас купила. И мы начали общаться и поняли достаточно быстро, что есть возможность не просто делать там продукт, да, а сделать бизнес на этом, да. И это большой маркет, рынок для домашних животных большой. Кроме этого, это рынок, на котором очень давно не было инноваций, да. То есть, вот есть такая программная статья Марка Андрисона, Software is the World, в 2011 году он ее написал, про то, что программное обеспечение приходит в сферу за сферой и ее поглощает. Google, Facebook, Airbnb, Uber и так далее, и так далее. И мы понимаем, что сфера товара для домашних животных, она все еще вот в прошлом где-то. То есть, во-первых, нет технологических товаров. То есть, у нас там в кармане айфоны, перед нами макбуки. Но устройство для домашних животных выглядит, как какие-то непонятные куски пластика из 80-х. То есть, вообще ты не хочешь не иметь это в интерьере с точки зрения дизайна, ни с точки зрения функции, но оно настолько далеко до того, что технологии могут сегодня, что понимали, есть большая ниша. А концептуально мы понимаем, что если удастся подсоединить животных к интернету, если удастся с десятками миллионов животных получать постоянную информацию, то это предоставляет возможность сделать некую платформу. Сделать платформу, на которой другие уже игроки смогут при помощи этой информации предоставлять более хорошие услуги. И вот это было такое концептуальное видение, почему нужно начинать эту кампанию. Ну, так, в 2012 году. В 2012 году. Я знаю, что вы выпускник акселератора White Combinator. Да. Как вы туда попали? Это было уже гораздо позже. Это было в 2016, конец 2015 года. На тот момент мы привлекли порядка 4 миллионов долларов инвестиций в наш бизнес. У нас были уже серьезные продажи, не знаю, несколько миллионов долларов продаж. Была команда из 30 человек, наверное. Мы попали в White Combinator с четвертой попытки. То есть мы четыре раза подавались. Три раза нам просто отказывали. Нас даже там на интервью не звали. Но мы как бы системно каждый год подавались. Ну, то есть вы исключительно White Combinator? А другие акселераторы не были? На самом деле, сначала мы прошли через другой акселератор. В самом начале пути в 2013 году мы прошли через акселератор, который называется Hacks. Это самый большой в мире такой хардверд акселератор. У них есть программа в Китае. То есть мы прожили всего 4 месяца в Шенчжене, в Китае. У нас сейчас там есть небольшой офис. И мы разбирались в том, как работает производство, как работать с фабриками и так далее. Когда вы подавали 4 раза, вы подавали White Combinator. Почему именно White Combinator? И наверняка каждый раз, когда вы подавали, наверняка вы понимали какую-то свою ошибку, которую вы делали в прошлый раз. Почему вы не попали? Знаешь, мне кажется, предприниматели, которые начинают бизнесы, ну такие бизнесы, которые они стараются делать по такой стартап-книжке, по правилам такого амбициозного технологического стартапа. Потому что на самом деле бизнесы же очень разные. И совсем не обязательно всем делать вот такой стандартный классический стартап-путь. Но мы для этого бизнеса именно такой путь выбрали. То есть ты очень много чего учишься достаточно быстро. Ты буквально там каждые пару месяцев ты смотришь назад и понимаешь, что вау, ну мы как бы очень неправильно это все понимали. А что если твой первый бизнес такого рода, да? И постоянно. То есть у меня есть, знаешь, папка с инвесторскими презентациями. Вот начиная с самой-самой первой. И там реально ты смотришь просто на эту эволюцию, как очень сильно эволюционирует меняется восприятие бизнеса. Я думаю, что для людей, которые там выросли в Украине или в Беларуси или в России, наверное, одна из важных таких идей, которые нужно осознать, то что если вы приезжаете сюда в долину строить свой бизнес, вам нужно иметь совершенно глобальный сумасбродный уровень амбиций, который вообще вам на голову не налазит. Мы начинали в Киеве. Мы знали с первого дня, что мы в какой-то момент будем, у нас будет офис в долине, потому что здесь самые опытные люди, которые строили глобальные технологические бизнесы и профессионалы, которые нам нужны, и наши клиенты и так далее. Но все равно нам казалось, что мы понимаем. То есть мы читали так раньше, условно. Нам казалось, что мы понимаем. Но реально с момента того, как я сюда приехал в 2014, уровень амбиций каждый год вырастал где-то на порядок. Потому что когда ты здесь конкурируешь за лучшие умы и за деньги от лучших инвесторов, ты конкурируешь на самом деле с Facebook, с Google, с Uber, с Airbnb и с компаниями, которых мы еще не знаем, но которые через 5 лет будут следующим Uber, Facebook, Airbnb и так далее. Вот это нужно очень-очень четко осознать. Когда ты приходишь к инвестору, тебя спрашивают, каким образом это будет миллиардной компанией. То есть инвестору неинтересно инвестировать в компанию, которая стоит на 500 миллионов, которая будет стоить, которая продастся за 500 миллионов. Вот такие вещи на самом деле, я думаю, что люди часто не осознают, которые не живут в этой экосистеме. Потому что на самом деле, ну даже 100 миллионов долларов это невероятно огромные деньги. Даже 10 миллионов долларов это невероятно огромные деньги, которые не может среднестатистический человек, который живет в Украине, представить себе. А тут тебе говорят, нам неинтересно, если это меньше, чем миллиард. И расскажи нам историю, каким образом ты сделаешь компанию на миллиард. Уметь как бы думать на этом уровне амбиций. Это очень важно. И, наверное, одно из таких первых прям больших моих впечатлений было, когда я немножко поездил в Америку, Китай, Франция, Германия. И пообщался с сообществами разработчиков и предпринимателей там. Это именно про низкий уровень амбиций. Я написал даже колонку в одном из украинских медиа, которая называлась «Больше амбиции – знак восклицания». И вот помнишь, там была такая фраза, что самые умные люди в мире, я не могу сказать, что они умнее, чем самые умные из моих друзей в Украине. Но почему-то многие из этих друзей начинают небольшие бизнесы типа ресторана, в то время, как многие люди там в Америке начинают очень амбициозные бизнесы. Но уровень этих людей на старте может не отличаться вообще. Поэтому если ты начинаешь бизнес, собираешься в следующие 5-10 лет работать на износ 24 на 7, ты будешь ровно так же работать. И если это маленькая не амбициозная идея, и если это очень амбициозная идея, скорее лучше начинать сразу с чего-то очень амбициозного или такого, что может таким стать. А вот это амбициозное мышление, это основное, что ты вынес самое главное из участия в Y Combinator? Это, наверное, еще до. Это что-то, что помогло туда попасть. А из участия в Y Combinator много инсайтов, на самом деле. Ну, какие-то самые ценные вещи, которые... Я думаю, что, наверное, важная вещь, которая тоже не очевидна, что многие, особенно разработчики, люди, которые прошли из технологического образования, они считают, что самое главное – это классный продукт. Вот главное сделать классный продукт, и дальше бизнес будет хорошо работать. но Y Combinator как бы там у них есть такой концепт, как машина роста, что вот ты делаешь продукт, и это твой как бы продукт-продукт, а потом твой второй продукт всегда должен быть продуктом, который продает первый. Вот. И они называют это машиной роста, и это, на самом деле, тоже технологичная задача. То есть не то, что ты там наймешь каких-то маркетологов, они за тебя все это решат. Нет. Эта задача именно предпринимательная, и именно он должен понять, каким образом он делает так, что это будут миллионы пользователей, или там десятки там Fortune 500 компаний, или что-то такое. Можешь ли ты сказать, что без участия в Y Combinator вы бы не были там, где вы сейчас есть? Да, безусловно. Это одна из таких самых главных вех в истории. И у вас, как ты уже сказал, три офиса, да? Да. Здесь небольшой офис, в Киеве побольше, и в Шэньчжэнь, правильно я произношу? Кида, да. Да. Расскажи об этих офисах. Что, где? Ну, в общем-то, наверное, несложно догадаться, да, то есть здесь у нас продажи, маркетинг и немного разработки. В Украине основная разработка, дизайн, тоже маркетинг, поддержка пользователей, операционная финансовая команда. И в Китае производство. Да. То есть у нас такой странный бизнес, на самом деле, ну, как странный, не то, что странный, скорее, как бы, сложный. Он состоит из многих частей, и я не рекомендую начинать, там, делать своим первым бизнесом компанию, которая разрабатывает физический продукт. Харблый. Да, это такая очень непростая, рискованная затея, которая, в общем-то, увеличивает шансы на неудачу. Наличие офиса в Киеве, оно понятно. С одной стороны, новое оттуда родом, с другой стороны, можно существенно сэкономить на разработке. С третьей стороны, ты не боишься, что Apple, Амазон и Google у тебя этих разработчиков заберут сразу же. А какие минусы? Минусы очевидны в том, что там нет людей с тем уровнем продуктового опыта или с тем уровнем опыта управления разработкой, которые есть здесь. и если ты играешь на глобальной арене, то ты конкурируешь с компаниями, у которых этот опыт есть. То есть, если в Америке за последние 20-30 лет были построены огромнейшие компании, начиная от какого-то там AOL, Microsoft, Apple, Facebook, Google, можно долго перечислять, вот это вот Silicon Valley, который есть Центром мировой технологической инновации, это все огромнейшие школы, да, и люди, которые проходят эти школы, они очень много вещей хорошо понимают. В Украине, в России, в Беларуси нет таких школ. То есть, те небольшие проекты, которые там в 90-х были построены, они, ну, правда, не чета тому, что здесь происходило. И если ты выходишь на глобальную арену и ты конкурируешь с вот этими большими мастодонтами или с ребятами, которые через эти школы прошли, рано или поздно тебе, скорее всего, нужно будет найти людей, которые на этом уровне могут тебе помогать. Для нас, например, мы там долгое время искали VP of Engineering в Киеве, но там поняли, что просто нет таких людей в Киеве, и мы в результате наняли VP of Engineering. Здесь в Америке человек, который работал в Амазоне, в Dolby, в Netflix, очень-очень сильно боятся. Точно так же там наш Чивровневсер, это американец, который там продавал все, что угодно. Там вот Pepsi, Лореаль до собачьей еды и умных ошейников для собак. Вот таких людей просто не существует там, и они есть здесь. Часовая разница. Есть ли в этом проблема? Отсюда до Киева 10 часов, до Китая еще 5 часов. Это минус или плюс? Я думаю, что, конечно, в идеальной ситуации, если у тебя все люди в одном офисе, я думаю, что это продуктивнее. И даже время не только в часовой разнице, как в том, что все в одном физическом пространстве. Но, с другой стороны, да, есть вопрос доступа к таланту, да, то есть и там цены, и просто доступность, и конкурентность, и то, о чем мы перед этим говорили. То, что разные офисы, это накладывает некий свой отпечаток, но, в общем-то, мы достаточно быстро, поскольку мы вырастали таким образом, это часть культуры. И для нас это достаточно органичная история, но мне кажется, что если бы все были в одном офисе, некие вещи были бы лучше. Я понимаю, что у вас очень много украинцев в команде, по крайней мере, там у вас, наверное, все украинцы, да, а здесь у вас вот все-таки есть такая кросс-культурная коммуникация. конечно. Есть ли сложности с этим? С самого начала, безусловно, было не совсем понятно, как правильно вот это все сгладить, да, но со временем мы как бы научились лучше понимать, что ли, различия в культурах. Сейчас с этим нет никаких проблем, да, и я, как говорилось, общался с Дмитрием Гришиным, такой инвестор российский, он говорит, что вы чуть ли не единственная хардварная команда, которую я знаю, которая удалось соединить вот эту восточноевропейскую культуру и американскую культуру и там нанимать экзектив людей, которые долго остаются с компанией, работают и которыми вы довольны. Наверное, для того, чтобы это получилось, там руководителям компании нужно быть очень готовыми к тому, что это другая некая культура, другие некие люди, которые именно другие, они не хуже, они не, это не то, что, знаешь, я слышу, что вот, американцы, они там фейкают что-то, или у них эти поддельные там улыбки или еще что-то такое, это все глупости, конечно же, это просто другая культура, которую нужно учиться понимать и вместе с этим понять, что в нашей культуре выглядит очень странно для них, и ты лучше как бы рефлексируешь даже, ты лучше себя понимаешь через это, но нужно быть готовым к тому, что ты увидишь не самые приятные вещи во себе, и нужно быть готовым к тому, что ты чего-то научишься, и нужно быть как бы спокойным, и нужно иметь доверие, вот доверие это самое главное, по-моему, доверие и желание заставить, чтобы это работало, я думаю, что много чего рушится именно из-за недоверия, то есть у людей складывается впечатление из тех предпринимателей других, с которыми я говорил, которые вот, мы там нанялись вилза, ничего не работает, нам пришлось уволить и так далее, это именно проблема с доверием, причем она в обе стороны работает, то есть нужно сделать, во-первых, так, чтобы американцы поверили тебе, во-вторых, так, чтобы ты поверял американцам, вот, но я очень-очень доволен. Но вот тем не менее, у вас, как я уже сказала, у вас команда разработки вся в Украине, но VP of engineering У нас несколько здесь разработчиков есть. Ну окей, но VP of engineering он американец, правильно? Ну да, американец, да. А вот с этим были проблемы? Потому что все-таки это достаточно сложно, мне кажется, должно быть. Ты знаешь, ну как-то сработалось, то есть он много летал, летает в Украину, а он, как только мы его наняли, он улетел, где-то три месяца провел там. он как бы не заценил киевскую зиму. Вот. Поэтому летает только летом. Ну да, он индус, он вырос в Индии, последние 20 лет в Америке, и он, конечно, очень мне много рассказывал, что он думает по поводу киевской зимы. Вот. Но, слушай, он очень такой идейный, то есть он загорелся идеей, и он будет делать все, что нужно для того, чтобы это сработало. И на самом деле, тоже, Киев сейчас очень интересное место, то есть там, наши американцы очень любят летать в Киев, они просто кайфуют от Киева. То есть, ну такой, куча всякой там ресторанной культуры, куча просто культуры-культуры, там, музыки, каких-то фестивалей, очень интересных вещей. Ну, это круто. Я думаю, что есть много людей в Америке, которым это интересно. Ну, все-таки у тебя есть технический бэкграунд, но сейчас твоя роль немного другая в компании. Но, тем не менее, наверняка же ты знаешь, как устроено у вас техническое собеседование, и на что вы обращаете больше всего внимания при поиске кандидатов? Конечно, конечно, ну, техническое собеседование, это самое главное. Для нас важны какие-то очень фундаментальные вещи. То есть, когда я интервьюрую кандидатов, я стараюсь понять, почему этот человек вообще решил заниматься технологиями. Я стараюсь понять, почему этот человек принимал те либо иные решения карьерные в своей жизни. Это могут быть вопросы из серии, там, не знаю, про первый компьютер, про то, к чему человек пошел учиться, что какие предметы нравились и так далее. И мы ищем людей, которые фундаментально понимают и любят то, чем они занимаются. Вторая интересная такая вещь направления, атрибут, характеристика. Мы смотрим человек, который из аутсорс-культуры или которого влечет, интересует продуктовая культура. На самом деле, мы замечаем, что это очень разные такие подходы. Это не значит, что человек, который работал в аутсорсинге, может быть продуктовым, но, к сожалению, мы видим много такого просто фабричного какого-то подхода, что вот я работаю с 8 до 5, или программист так не работает, работал, отработал свои 8 часов, и, в общем-то, все хорошо, и мне нужна четкая спецификация, и мне вот там сказали, что делать, я сделал, сдал, все это меня не интересует больше. И из этого всякие шутки там про галеры там и еще что-то такое, вот это нам вообще сразу не подходит, да, то есть как бы сразу вообще не интересует. А есть люди, которые любят профессию, есть люди, которые все время что-то делают себе там на стороне для себя, какие-то штуки, которым интересно, как потом пользователь это использует, что потом с этим происходит, как, за что именно пользователь хотел бы получить этого продукта и так далее. Люди, у которых есть некие амбиции сделать что-то большее, такие люди нам очень интересны, потому что если эта компания уже не совсем стартап, стартап, у которого там несколько сотрудников, все равно обычно вызовы, с которыми ты сталкиваешься, они на уровень, на порядок выше твоих реальных возможностей, поэтому решать их нужно с очень какими-то креативными подходами. И это могут делать только люди, которые просто безумно влюблены в то, что они делают и заинтересованы и думают про конечного пользователя, а не про то, когда уйти с работы. В Долине, понятное дело, что ты знаешь, что принято давать сотрудникам stock options. Да. Делали ли вы то же самое? Причем у нас абсолютно все сотрудники имеют stock options. У нас исторически было так, что сначала мы давали опционы только ключевым сотрудникам, но потом в какой-то момент мы, ну это было решение, которое нужно было на уровне совета директоров принимать, мы в общем-то продвинули, пролоббировали решение, которое позволяло нам выделять опционы абсолютно всем сотрудникам компании, начиная от офис-менеджера, заканчивая какими-то топовыми хайровыми. И это очень важно, мне кажется, потому что каждый сотрудник компании должен себя ощущать частью этого, должен ощущать себя совладельцем. Это просто психологически, мне кажется, по-другому работает, чем когда вот есть какие-то там фаундеры, а я просто наемный сотрудник. И вообще у нас такая в команде достаточно близкая атмосфера между людьми и команды делают невероятные вещи. То есть я супер горжусь нашей командой. То есть это команда, которая ну просто знаешь, каждую неделю, каждый месяц меня как-то удивляет. Не знаю, очень круто, мне кажется, очень круто, когда ты работаешь в коллективе, в котором тебе именно классно и другим людям классно, и в общем-то они там не уходят, и они помогают друг другу по каким-то личным делам. Ну, куча есть каких-то драматических или душесчипательных историй, не буду рассказывать, но да. Это важно, и мне кажется, вот это часть этой культуры про то, чтобы все ощущали, что они есть владельцами этой истории, которую они вместе строят. Хочется перейти к разговору о продукте, потому что продукт действительно очень интересный и тяжело тестируемый, правильно? Потому что ваши клиенты это не только люди, но и их питомцы. Вот расскажи об этой области. Да, ну слушай, у нас на самом деле там разные продукты на разных уровнях. мы буквально 4 дня назад выпустили новое устройство, которое называется Petcue Play 2 и Petcue Black Bites 2 второе поколение, хотя на самом деле это какое-то пятое поколение, это улучшенная версия наших прошлого поколения устройств, которые полностью там в последние два года мы над этим работали, которые полностью переделаны, улучшенные, в которых есть встроен теперь Alexa, голосовой ассистент, там есть 4 микрофона, и ты можешь попросить свой Petcue заказать тебе еду на Амазоне, либо сыграть какую-то музыку, часто для животных играет музыку, чтобы они успокоились, лежат, слушают, вот, либо там какую-то книжку, либо еще что-то. И есть на 180 градусов камера, которая позволяет видеть всю комнату, дело в том, что часто, если люди используют обычную камеру для наблюдения, такую как Nest, на самом деле один из наших конкурентов, то ты либо видишь, вот, что происходит там перед тобой, и ты видишь людей, которые ходят, либо ты ее направляешь вниз, и видишь, что происходит на полу, там, где животные, но людей ты не очень видишь. А вот с нашей камерой можно видеть все. Вот такие две большие инновации. Ну, и физические устройства, это одна часть истории, а вторая часть истории, это приложение. В приложении сейчас уже несколько лет работает такая, как социальная сеть для любителей животных, где люди постят фотографии и видео, но круче всего, что они могут запостить свой подкуб, и ты можешь скачать бесплатное приложение подкуб на Android или iOS и поиграться с чужими животными. Это просто невероятно на самом деле. И это очень круто, люди от этого кайфуют, причем люди шарят и устройства с лазерами, можно лазером поводить, поиграться с кошками, и устройство с выбросом корма, можно покормить, можно поговорить, а часто устройство, которое зашарено, это устройство от приютов, и ты можешь поиграть с кошечкой из приюта, потом забрать ее. Такая крутая история, плюс приложение в общем-то ты используешь его для того, чтобы получить доступ к своей камере, то есть там тоже много различных функций, плюс приложение есть наш премиальный сервис, который мы продаем по подписке ежемесячно, сервис, который называется PadCubeCare, который в общем-то записывает видео движений и звуков, когда тебя нету, и потом можно посмотреть эту историю, и этот же сервис предоставляет умное сообщение, то есть когда он видит, что животное в кадре, либо человек в кадре, либо галканье, либо мяуканье, то есть мы это все, у нас есть нейросеть, которая эти все вещи распознает, и уведомляет тебя об этом, и в общем-то roadmap здесь такой, что поскольку у нас этих камер сотни тысяч уже живьем работают, постоянно смотрят на этих животных, у нас больше, чем у любой другой компании, данных про то, как животные себя ведут, и анализируя эти данные, со временем мы сможем их лучше понять, и в общем-то об этом говорит миссия компании про подсоединить животных к интернету и дать им голос, именно про то, как их понять, то есть следующая вещь, над которым мы работаем, это анализ аномалий, да, когда мы видим некое аномальное поведение, можем тебе сказать, что-то твой там пёс хромает, да, или что-то не так, да, посмотри, да, дальше ты уже можешь анализировать как бы структуру скелета животного и именно говорить о вещах, типа хромает, либо там вот хвост вот таким образом машет, а есть клинические данные, что если вот именно такие атрибуты поведения животного, это может быть сигналом вот такой болезни, либо такого-то там симптома, что животное нужно там погулять ему, да, либо что оно хочет в туалет, или ещё что-то, и таким образом можно при помощи данных с этих устройств лучше научиться понимать животных. Ну, да, в общем, множество интересных вещей там есть, да, но почему я говорю, что я бы не советовал предпринимателям, которые впервые что-то делают, идти в hardware, да, потому что если вы просто посмотрите на только технологичную часть этого бизнеса, вы увидите, что чтобы сделать устройство, это industrial design, то, как оно выглядит, механический дизайн, именно структура, как всё держится вместе, если есть движимые элементы, какие-то там защёлки, вот у нас, например, на байтс можно снять ёмкость для корма, чтобы её помыть, либо вот механизм, который выбрасывает корм, либо лазер, это всё механический дизайн, а дальше есть электроника, конечно же, дальше есть радио, а радио, как правило, источник самых больших проблем, да, то есть Bluetooth и Wi-Fi. Дальше есть, ну, если это мультимедиа, то это звук и видео, там на уровне аппаратной работы куча-куча всего, и дальше есть у нас видеостриминг, аудиостриминг, вот это система стриминга, это тоже отдельная большая задача, есть такая система WebRTC, а вот мы её не используем, у нас там своя система, то есть это огромнейший стэк, плюс есть некий бэкэнд в облаке, плюс есть Android, iOS-приложение, плюс есть сайт, который это всё продаёт, плюс есть фирмвер на самом устройстве, ну, то есть это десяток, полтора десятка различных систем, которые требуют абсолютно различной специализации, да, вот, а кроме этого есть ещё вещи, которые не касаются как бы разработки, которые там, как поставить это всё в ритейл-магазины, как наладить логистику, как найти финансирование для того, чтобы произвести нужно сегодня, а фабрики заплатить сегодня, а заплатить тебе какой-нибудь там Best Buy либо Amazon за проданные устройства через 5 месяцев, как покрыть вот этот разрыв кэш. А если сравнить с тем, что там, разрабатываю приложение, продаю его на App Store, либо там, делаю сайт, как это e-commerce и так далее, гораздо, гораздо проще, да, вот, поэтому такой инсайт, если вы думаете про hardware-баб продукты, подумайте ещё раз. Но вернёмся всё-таки к собачкам и кошечкам. На кошках! Say hello to Pet Cube Bites, the smart pet camera with Amazon Alexa voice control. I like smart. Can it spy on my dog? Of course. Even that small? Beyond a doubt. He's got big personality. Can it see in the dark? Oh, yeah. That's my kitty. Cute. Can he hear me? Crystal clear. Who's a good boy? And what's that for? You can load up treats inside. And what treats can I use? Your dog's favourites. Oh. Can it play fetch? Swipe up to check. Only net. Swish! Ralphie, where's my shoe? Let's go back and check your video history. You are loving this, aren't you? Kinda. Sorry, bud. We're out. Alexa, ask Pet Cube to reorder treats. Future delivered. Can this thing walk my dog? Sort of. We have tons of perks with our subscription, dog walkers included. So this is like a smartphone for pets? Yes. But way, 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 way better. Вопрос такой. Смотри. Насколько я знаю, у собак и у кошек, у них отличный от человека диапазон слухового восприятия. Да. Ну, то есть через Skype им сложно воспринимать. Вот как вы преодолеваете вот эту проблему? Как у вас устроены динамики? Ну, в общем, вот расскажи об этом. Да, на самом деле есть достаточно много исследований на эти все темы. В наших устройствах и там текущих поколений мы не уходили особо куда-то далеко от человеческого восприятия, например, звука, да. Есть интересные такие вещи, как, например, музыка для котов либо музыка для собак. То есть есть композиторы, которые исследуют котов и собак, и их восприятие музыки. И, исходя из этого восприятия, пишут музыку специально под них. И мы, например, запартнерами с одной из таких компаний, Petacoustics называется. Люди, которые подписчики нашего премиального сервиса, они получают доступ к каких продуктам. Но именно с точки зрения железа, в общем-то, там, наш динамик, который вот в последнем поколении устройств, это, да, динамик уровня умной колонки дома у тебя, да, уровня того, что ты можешь купить, там, Amazon Echo, например. Но у него нету какого-то ультрадиапазона для кошек и собак. То есть мы смотрели на возможность использовать ультразвук, который обычно вызывает не самые приятные ощущения у животных для того, чтобы их там отвлечь от чего-то или что-то такое. Но это такая как бы сложная территория, вот, и нету однозначных исследований на эту тему, поэтому мы пока что туда не идем. То есть на самом деле вот этот мир домашних животных и идея, как при помощи компьютерных интерфейсов можно наладить коммуникации между животными и людьми, это невероятно глубокая тема. И вот вся миссия там про посидеть животных интернету дать им голос, это там на десятки лет вперед. Но что очень важно для бизнеса, это иметь такой хороший фундамент, да, сделать базовые вещи сначала, потом идти в эти все вещи на стороне. Ну и вот то, что происходит сейчас. Мы делаем базовые вещи, мы видим, что важнее всего пользователям. Мы очень много исследуем именно на продуктовой части, то есть что хотят пользователи. И мне кажется, это одна из вещей, которая хорошо развита, которая хорошо понимает в долине, которая не так хорошо, наверное, понимает в Украине. Это то, что вот есть такая специальность, есть такое направление в компании, как продукт. продуктологи, люди, которые решают, чего хотят пользователи, как им это предоставить. А у нас очень часто все начинается с инженеров, да. Инженеры, которые увидели технологии, такие, вау, технология, сейчас мы что-то сделаем, и это будет полезно. Но начинать нужно на самом деле с того, чтобы понять, есть ли рынок, а что этому рынку нужно, а как они это уже сейчас решают. И дальше маленькими шажками отделать ту технологию, которую они хотят. Но все-таки существует же какое-то бета-тестирование. Конечно. Как вы набираете себе... У нас в офисах все время куча животных, которые вот и есть в нашими контрольными группами. Я шучу. У нас есть бета-программа, у нас есть пользователи, которые участвуют в этих тестированиях до того, как устройство поставляется на рынок. Но на самом деле животные сотрудников компании, они тоже играют важную роль в этом самом деле. У собак верхней границы слухового восприятия до недавнего времени считалось, я зачитываю вопрос, потому что у него сложные запоминания, показатель в 35-40 тысяч герц. По последним результатам исследований российских ученых, это он достигает 100 тысяч герц. Вот вы, ну, во-первых, ты еще из такой научной семьи, ну, я понимаю, что это другая область, но тем не менее. Сотрудничаете ли вы с какими-либо институтами или просто следите за научными? Ну, вот те данные, которые ты зачитал, это же на самом деле зависит сильно от породы животного. Ну, кроме того, наше устройство, они не только для собак, это собаки и кошки в первую очередь, но люди используют и для хомячков, и для каких-то птичек. И там у нас есть видео, как паука-тарантула какого-то при помощи лазера, в общем-то, гоняет, он тоже преследует этот лазер. Очень-очень потешно. Но, да, от ВИДА мы сотрудничали раньше с одной интересной очень командой в Украине, которая именно исследует поведение животных. И у нас есть такой, как advisory board в Америке с нескольких очень интересных ученых. Им это все безумно, невероятно интересно. доступ к данным и существование компании, которая хотела бы каким-то образом помочь ускорить понимание животных человечеством. Это для них как такой, знаешь, дар с неба. И у нас на самом деле в офисе даже комнаты для встреч. Вот эта комната, в которой мы с тобой, это Jane Goodall Room. Это комната имени Jane Goodall, которая известная исследовательница приматов. Она из Калифорнии. Другие комнаты названы на честь других ученых, которые сделали какой-то большой вклад в понимание животных. То есть у нас там есть Дарвин, у нас есть Жак-Ив Густо. У нас есть комната имени Кота Шрёдингера. И она без окон. И то есть пока ты не открыл дверь, там встреча и проходит, и не проходит. Это шутка для самых гиков, которые нас смотрят. Понятно. Это не для меня, значит. Конечно же, при подготовке, кстати, хочу сказать, вот это несколько первых интервью, где мне помогают ребята с моего канала в составлении вопросов. Поэтому я хочу им сказать спасибо огромное за то, что они мне помогают составлять интересные вопросы. И вот как раз-таки выдержка из одного из твоих интервью. Ты говорил о том, что Software is the world. Это Марк Андрисон говорил. Очень известная, на самом деле, программная статья в New York Times 2011 года. Очень рекомендую всем почитать. Так вот, ты говорил, что нас ждет повсеместная диджитализация во всех областях. И как ты считаешь, вот ты, условно, занимаешь сейчас вот эту сферу с твоими партнерами и с твоей командой. Можешь ли ты, как человек, который все-таки наверняка интересуется, какие еще сферы сейчас не заняты, в которые обязательно должна прийти диджитализация? Ой, ну, очень много всего. Очень много всего невероятно интересного. То есть, слушай, у меня есть там полтора-десятка каких-то идей в голове, таких больших идей из серии для глобальных бизнесов. И дело в том, что не только диджитализация происходит, происходит вообще некие, есть куча инноваций вообще подхода к построению бизнесов. И часть из них, они напрямую как бы строятся на плодах технического прогресса, часть из них скорее процессно берут идеи из того, как строились технические компании. Сфера, которая, наверное, больше всего меня интересует, это образование. то есть я не знаю, там с 15 лет сильно очень верил, что образование это чуть ли не не самое полезное для планеты вещь, которую ты можешь делать. И кроме этого, это сфера, которая очень традиционно зарегулирована, и поэтому ее медленно касаются инновацией. но если ты улучшаешь образование, это как фундамент, ты тогда улучшаешь все абсолютно сферы от науки, культуры, до экономики, политики, всего. И поэтому вот такая фундаментальная история, которая очень важно улучшить. А по сути своей ничего не изменилось в образовании за последние сотни, даже тысячи лет. То есть у тебя просто изменяется медиум передачи информации. То есть мы писали там на стенах пещер, потом на пергаменте, на бумаге, теперь там можно смотреть, читать книги электронные или смотреть даже видео, но по-моему есть гораздо больше диапазон возможностей при помощи во-первых софтвер, когда ты можешь анализировать данные, структурировать их, собирать, пересобирать, во-вторых, благодаря интернету и мобильным устройствам. Очень-очень мало изменилась вот эта сфера. Мне даже не нравится говорить образование, потому что образование это лучше говорить обучение, потому что образование это институционализированная форма обучения. Нужно стараться понять, каким образом должно выглядеть обучение в 21-22 веке. Кроме того, это очень важная сфера, потому что искусственный интеллект понемногу будет забирать некие классы работ и этих людей нужно будет переучивать и со временем все больше людей нужно будет переучивать и все быстрее. Поэтому нам важно, чтобы было много хороших инноваций в образовании. Кроме того, агросфера, невероятный потенциал, тяжелая промышленность, просто нужно переизобретать все подряд, начиная от заводов и процессов, по которым работают заводы, до каких-то объектов тяжелой промышленности, типа грузовики, поезда, баржи океанские и так далее. То есть здесь пришел цикл, вот они эти же вещи, которые нас окружают, они обычно были придуманы 70 лет назад или 90 лет назад. Посмотрите, поедете в Беларуси, в Россию, в Украине на завод какой-то, посмотрите, как там все работает. То есть там ни с точки зрения процесса, ни с точки зрения технологий очень часто они очень далеко. И с точки зрения продукта тоже. То есть новые предприниматели, у которых есть видение того, как это может быть, которые могут представить себе, как это должно быть в 21 веке, они это все переизобретут за следующие 20-50 лет. То есть приход интернета это такое же событие, как приход электричества. И приход искусственного интеллекта это еще одно такое же событие по масштабу, как приход электричества или интернета. и при помощи этих всех технологий просто все будет переизобретено. Возьми любую сферу и подумай. У меня к тебе завершающий вопрос, поскольку, конечно, хочется еще обо многом спросить, есть о чем говорить, но пускай останется некая загадка для будущих интервью. Мне кажется, загадка всегда хороша. Все-таки про Долину и поскольку у меня аудитория техническая, в основном это разработчики, с одной стороны конечно же здесь сконцентрированы самые сильные разработчики. Ну так или иначе люди, которые как минимум прошли какой-то путь опять же, как ты уже говорил, у них какой-то больше бизнес понимания. Но в то же время за них нужно конкурировать с Google, с Facebook, им нужно платить не побоюсь этого слова конские зарплаты. Рыночные. Рыночные, да. Но по сравнению с миром со всем остальным это действительно очень большие зарплаты. Есть ли какой-то тренд, вот как ты наблюдаешь, потому что все-таки твоя команда видишь в Украине и наверняка ты общаешься с другими стартапами, у которых точно так же. Вот есть какая-то тенденция, что разработка уходит куда-то вот в другие страны, потому что не может здесь обеспечиться. Ты знаешь, мне кажется со временем все больше мы будем думать не про страны, а про города. Потому что жизнь, она происходит именно в городах. Даже Америка, она очень разная. И там жизнь в Сан-Франциско, в Нью-Йорке или в Остине, в Техасе, это очень разная жизнь, как в разных европейских странах почти. есть, например, тренд, что из Сан-Франциско все больше и больше разработчиков едут и компании едут в Лос-Анджелес. Там даже есть теперь район, который называется Silicon Beach возле океана, где Венес. Там офисы больших компаний, Google, YouTube и так далее, Snapchat. И маленькие тоже там где-то гнездятся вокруг да около. во-вторых, есть такой тренд, что люди, которые поработали в больших компаниях, хотят все же поработать в стартапе. То есть это похоже на тренд, как люди, которые поработали в аутсорсе, хотят попробовать поработать в продуктовой компании. И что изменяется? То есть если в большой компании ты не так много на что влияешь и у тебя хорошая компенсация, но ты вряд ли станешь в один день сказочно богатым. А в стартапе это всегда может быть базовая компенсация чуть ниже, чем в большой компании. Ну обычно так и переходит. То есть там те люди, которые пришли к нам с больших компаний, они пришли на меньшие деньги. Но тот опцион, который у них есть, есть шанс, что они на этом заработают очень много денег. И они сами говорят так, что мы живем на зарплату, но мы покупаем дома на stock options. И я думаю, что те люди, которые не до конца понимают вот этот концепт опционов, которые говорят, да, это все дурилка, картонная, ничего никогда, нет. Это просто потому, что их сосед никогда не не был ранним сотрудником Ютуба или Фейсбука и не получил вдруг десятки миллионов долларов и не стал вдруг сказочно богатым, пока его друг продолжал работать на своей стабильной зарплате. Поэтому есть такая динамика здесь. И самое главное, мне кажется, в плане того, как притягивать и нанимать вот этих лучших из лучших, это видение и миссия компании. То есть, дело в том, что это самый такой понятный секрет больших компаний, которые на поверхности, но, может быть, мне кажется, что люди не до конца это все же понимают. Почему там Google, почему Facebook, почему Tesla, SpaceX настолько успешный Amazon, невероятная компания? Потому, что их лидеры сумели сформулировать миссию видения, которая притягивает самых умных людей в мире. Самые умные, самые крутые люди в мире, ты их не затянешь никакой зарплатой, потому, что они могут работать где угодно. Они хотят работать над тем, что каким-то образом улучшает мир, что резонирует с ними, за что им не будет стыдно, что они захотят рассказать своим внукам и так далее. И когда Google говорит let's organize all the world's information, это их миссия, думаешь, да, конечно же, это самая крутая штука, которую мы могут гику сказать, давайте всю информацию организуем. Или там Facebook говорит let's make world more open and connected, и это очень круто, это очень крутая миссия. Или там Илон говорит полетели на Марс, и просто даже люди, которые не работают в этой компании, условный связист из NASA, когда кто-то из SpaceX звонит ему, этот человек, который вырастал на фильмах про Star Trek, он думает, вау, SpaceX, это люди с такой классной миссией, конечно, я им помогу, конечно же, я зайду к этому главному человеку в NASA, я просижу, чтобы он ответил, чтобы он назначил эту встречу и так далее, и так далее. Поэтому, если у тебя в компании есть сильная миссия, то тебе весь мир помогает, да, и очень сильно, и если это есть, тогда ты можешь нанимать самых крутых сотрудников, если этого нету, тогда сложно. А нанимаете ли вы сейчас? Да, конечно. Пишите на careers at peckyb.com, заходите у нас на сайт, читайте, спрашивайте всегда. Очень ищем умных людей, которые любят животных и хотят делать крутые продукты, хотят подсоединить животных к интернету и дать им голос. Спасибо тебе за интервью. Спасибо тебе. Это было очень вдохновляюще. И своим ребятам, своим подписчикам я хочу попросить вас заглянуть в описание к этому видео, там, во-первых, вы найдете ссылочку на ваш сайт, я думаю, что это и так несложно. Но в общем обязательно подписывайтесь на канал. Еще раз спасибо тебе за это интервью. Спасибо тебе. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok